Всем привет, друзья! Меня зовут Маша Родионова. Я приехала из Республики Беларусь. Сейчас я вам расскажу о Казани и месте, где я учусь, а именно о Казанском федеральном университете. Город Казань является столицей Республики Татарстан. Татарстан расположен в центре европейской части России, на восточноевропейской равнине, в месте слияния двух рек – Волги и Камы. Казань – древний город, стоящий на семи холмах. Он объединяет в себе культуры Востока и Запада. Сейчас мы находимся возле Казанского федерального университета. Вот он, в котором я и учусь. Друзья просили меня рассказать немного о Казани, и сейчас я этим и займусь. Тут раньше учились Ленин и Толстой и многие другие знаменитые личности, которые прославились на весь мир. Сейчас я хочу пройтись немного по Казанским главным улицам, чтобы показать вам город. Пойдемте! Вблизи кампусов Казанского федерального университета всегда найдется, где погулять. Скверы, садики, ухоженные улочки. Чуть не забыла. Сейчас я как раз стою возле памятника Владимира Ильича Ленина, который учился в Казанском университете. И куда он смотрит? Правильно, на главное здание КФУ. Ого, он так похож на Ди Каприо! Сейчас ко мне подошли еще мои подруги. И сейчас мы находимся примерно в 20 метрах от главного здания КФУ, а также рядом с памятником Лобачевскому. Раньше он был ректором Императорского университета, что сейчас является КФУ. А вот у нас здание Института химии от КФУ. А также вот высотное здание КФУ, где также учатся наши студенты. А вот Национальная библиотека Республики Татарстан. Кстати, почти все здания КФУ находятся в центре. В Казанском федеральном университете обучается примерно 50 тысяч студентов. Среди них более 10 тысяч иностранцев. 300 направлений специалитета, бакалавриата и магистратуры. Субтитры создавал DimaTorzok Археологические исследования свидетельствуют о том, что столица современного Татарстана начала формироваться еще в далеком X веке. А вот он, Казанский Кремль. Сейчас должны подойти еще мои друзья, и вместе с ними мы посмотрим на достопримечательности Кремля. Вот, кстати, и они. Поздоровайтесь со зрителями. Привет, привет, привет! А вот он, Национальный музей Республики Татарстан. А подальше находится памятник Мусе Джалилю, герою Советского Союза. Ну что, пойдемте в Кремль! Стены сооружения были возведены с целью укрепления торгового поселения. Современный архитектурный комплекс Кремля сложился к концу XIX века. На территории старинной крепости находится множество достопримечательностей. Древние башни и соборы, исторические и мемориальные здания, музеи и галереи, смотровые площадки. В 2005 году было закончено строительство самой известной в России и Европе мечети Кул-Шариф. А вот мечеть Кул-Шарифа. И я бывала внутри, и там очень-очень красиво. Тут также очень много туристов, и все приезжают из городов России и зарубежья. В Казани православные храмы и мусульманские мечети спокойно соседствуют друг с другом, что демонстрирует единение народов. Мечеть Кул-Шариф является символом Казани и Татарстана, одним из национальных образов. Мечеть названа в честь Сиита Кул-Шарифа, погибшего при осаде Казани Иваном Грозным. Оригинальная мечеть была разрушена. Строительство нынешней мечети завершилось в 2005 году, в год тысячелетия Казани. Благовещенский собор Казанского Кремля является древнейшим из сохранившихся в Казани памятников истории и архитектуры. Основан в 1555 году по указу Ивана Грозного. А это башня Симбике. Она прям как пизанская башня потихоньку падает. А вот Благовещенский собор. Вот какая Казань красивая с высоты. А это Казанская набережная. Мы здесь постоянно гуляем. Здесь очень весело и просторно. Кремлевская набережная – еще одно популярное место. Хорошо освещенное и красивое место для прогулок, как пеших, так и на велосипеде. Вдоль всей набережной протянута велодорожки. Также вы можете посетить рестораны и даже позаниматься спортом. Для этого построены специальные фитнес-уголки с турниками и другими тренажерами. А это Казанка. Улица Баумана является излюбленным туристическим местом. На площади соседствуют друг с другом рестораны, кафе, музеи, памятники архитектуры, сувенирные лавки, памятники коту Казанскому и карете Екатерины II. Екатерина II отправилась в восточную экспедицию по Российской империи и 26 мая 1767 года прибыла в Казань. Передвигалась императрица по городу в своей собственной карете, которую привезла с собой из столицы. Когда Екатерина покинула город в знак благодарности за радушный прием, она оставила свою карету. На площади Баумана выставлена ее бронзовая копия. Не стоит забывать о театрах, коих в Казани достаточно. Театр юного зрителя на улице Островского. Театр имени Галиаскара Камала, где вы можете посмотреть спектакли на татарском языке. Театр оперы и балета – один из крупнейших театров в России. Необыкновенный театр Кукол – Экеат. Большой драматический театр имени Качалова. Молодежный театр на Булаке. Компас или географический центр Казани является заметным ориентиром. Нередко рядом с памятником назначают встречи. Вокруг скульптурной композиции выложена многолучевая звезда, на которой отмечены расстояния до самых крупных городов планеты. Фонтан с лягушками – забавное и милое местечко. В отличие от настоящих лягушек, этих трогать и обнимать куда приятнее. Важнейшая православная достопримечательность Казани – Богоявленский собор. В этом храме, построенном в середине 18 века, пел в церковном хоре сам Федор Шаляпин. Вот сейчас мы стоим возле памятника прекрасному певцу Шаляпину. А вот тут у нас находится церковь и прекрасный собор Никольский, где каждый час звенят колокола. Смотрите, как красиво на улице Баумана. Деревня Универсиады – самое продвинутое общежитие Казани. А это Деревня Универсиады, и мы все вместе здесь живем. Мы с друзьями часто собираемся в кафе Камин. Кафе находится на территории Деревни Универсиады – уютное местечко, где можно выпить кофе, пообщаться и даже поиграть на музыкальных инструментах. Есть разные кружки по интересам, спортивные секции. Иностранные студенты устраивают праздники их стран. Одним словом, жизнь в деревне кипит, и здесь никогда не бывает скучно. Заявку на поступление я, кстати, подавала на сайте КФУ. Это быстро и удобно. Пока-пока, ребята! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!